В которой хозяева поля команда Иртыш будет принимать футбольный клуб Шахтер из города Караганда. С вами комментатор матча Тимур. 22 тур, но пока мы в туре 21. Сегодня встречаются две команды с очень славными традициями, но в последнее время житовский специалист Саулюс Шермялис. Карагандинского Шахтера не возникало. Калинин здорово. Саня отыгрывает мяч. Руслан Азимов может сейчас что-нибудь получится. Навес. Хорошая передача Фонсека пробивает. И здесь где же мяч? Что показывает главный арбитр? Он указывает на центр поля. Это значит счет открыт на 20-й минуте встречи. После отличной передачи Карлос, точнее Руслана Азимова, Карлос Фонсека забивает гол. Уже третий гол. Вот. Отличные здесь действия были в исполнении Ли Калинина. Навес Фонсека. Ну, конечно, удар получился очень высокий такой. Ну да, конечно, мяч, безусловно, пересек линию ворот. И это значит, что счет в этой встрече открыт. Карлос Фонсека забивает очень красивый гол. Хлебон здесь и Шацкий. Шацкий как-то неуверенно здесь действовал. Делает передачу на Антонио. И не точная передача. Фонсека нет офсайда. Удар хороший. Казахстанский чемпионат внедряет видеоповторы. И убеждаться в этом. Вот мы смотрим повтор последнего момента, когда отличную разрезающую передачу выполнил Казбеки Терриев. И угол ворот Игоря Шацкого. Балдарцы на Куражей. Раз за разом идут вперед. Родриго Антонио передача Фонсеку, которого сегодня не остановить. Удар! И как... От защитников, ну, пока повтор. Фонсеки, да, здорово. Он пробивался на скаток в дальний угол. Хотел очень эффектно это сделать. Но мяч прошел рядом со штангой. Ну, вот поздно здесь... На вес, Зошак, скидка. Хениченко пробивает и... На вес, Зок и дальше скидка. Второй игрок, который не раз пытался закрепиться в составе Ртыша, но не получилось у него это сделать. Фафана может пробить. Удар хорош. Он справа подключался, но был у него оперативный простор. Прицелиться и пробить. Здесь вновь контроль мяча Калинин. Как минутами ранее, так в касание давал передачу. Фафана, скидка, Живкович, удар. Но точно даже пять моментов у ворот. Голкипера Шахтера возникло. Этот тревожный звонок оказался слишком слабый. Хлебовый. Антонио Прокюп. Выход один на один. Исмель Фафана пробивает по воротам. И повтор мог бы отдавать здесь и на Карлоса Фансеку. Хотя он, наверное, нигде не выступал. Но, тем не менее, вот Шахтер и он раскрылся. Живкович прострел. Шахметов с мячом. Отлично удар. И Давид Лорио спасает. Но, тем не менее, как-то он... Фансека выход один на один. Сейчас мчится он. Будет убирать мяч под себя. Нет, решил пробить. Горняков. Ну да, Дмитренко здесь здорово. Безусловно, образцов. Кислицын как здорово на замахе убирает на вес. Маслач пробивает. Колоссально между этими футболистами. Опять же Маслач и здесь выигрывает верховую борьбу. Он выправил первый матч дебютный в составе Шахтера. Хороший удар. Браво здесь. Пожалуйста. Очень далекая была позиция. Тем не менее, отлично пробивал. Да, и стоит от Мейзера этот... Удар хороший очень, да. Существует 63-я минута встречи. Исимов. Отличная передача. Снандарбаев. Фафана пытается забежать. Удар хороший такой. Нельзя здесь опорным полузащитником. Первую очередь Юлию Сузоке отдавать ему оттогол. Стоянович. Передача. Отлично. Дмитренко подправляет мяч и гол. Счет равный. Отличная навесная передача от Стояновича, которую замкнул Виктор Дмитренко в обороне. Виктор был неплохий. И сейчас очень удачно подключил. Смотрим повтор. Вот он. Значит, видеть, может быть, этот повтор нам что-либо покажет. Ну, я думаю, все-таки на нем нарушали правила. И, безусловно, игрок усили. Вот здесь Стоянович. Можно давать ответную передачу. Хижниченко можно забивать. Простил он сейчас. Но это, конечно, такие моменты нападающие должны просто щелкать, как орешки. Не знаю, как сейчас Квендория. На вес Стояновича. Неприятный момент. Удар Становича. И здесь Хлебон подставлял ногу. Неплохо Хлебон подставлял ногу. Ну, Кислицын, возможно, бы и, конечно, расстрел был. Удар. Фафана нарушает правила. Она может опять потерять очки, которые очень нужны команде. Исмайль Фафана остановил мяч. Дарабаев бьет. Исимов. Фафана. Дарабаев бьет. Фафана вырезал отличную передачу на Дарабаева. Тот в касании пробивал, казалось бы, наверняка, но... Но в воротах Шахчера есть Игорь Шацкий. Фафана, Исимов. Отлично. И Родрико Антонио можно отсюда и пробить. Скидка в центр. Дарабаев бьет. Осла. Сто процентно. Даже не знаю. Брали здесь футболисты в белой форме. Кишниченко уже, безусловно, наелся. Тяжело ему делать такие рывки. Тем не менее, Сергей борется. Честь ему и хвала за это. Передача в центр. Можно давать налево. Здесь Ильнур Мангуткин подключается. Отлично. Выход Давида Лори. Мангуткин пробивает. И Шахтер забивает. Второй гол. Вот так вот. Карагандинцы здесь. Казалось бы, едва не пропустив, все-таки вырывают победу. И кто же это у нас? Это Сергей Шизниченко. Снимает он футболку. За это получит он, конечно же, желтую карточку. Но смотрите эмоции этого нападающего после своего возвращения. Шахтер, да, это... Вот это Малателли здесь. Кто помнит, отпраздновал гол. Получит он, конечно же, от Гаузера желтую карточку. Но вновь очень отличные действия Мангуткин. Не знаю, то ли это был... Опять Стоянович очень грамотный. Но эти футболисты Шахтера действительно делают игру. Очень приятно смотреть за действиями карагандинского поля. Вот вам эмоционально. Сергей Хижниченко стал бить. Скидка пяткой. Родриго Антонио. Прострел. Где же мяч? Удар. Идет Димитар Димитров. А у нас замена. Пока и Сергей Хижниченко уходит с поля. Вместо него выйдет Айдос Татыбаев. Зашкаливает. Навес Лория борется с Шацким. И, конечно же, Лория борется с Шацким во Вардарской площадке. Это все выглядит, конечно, красиво и эффектно.